Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск. Сегодня». В студии для вас работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Михаил Эверстов. В конце этого месяца в Якутске пройдёт международная ярмарка «Книжный ветер». Она будет проходить в два этапа. Общедоступная программа и профессиональная. Почему такое разделение? На этот вопрос и о проекте в целом сегодня в нашей студии расскажут две очаровательные девушки. Это Розалия Ксенофонтова, заведующая отделом культурно-просветительской деятельности Центральной городской библиотеки «Смарт-библиотека» имени Неустроева. И Юлия Смольникова, ведущий библиотекарь отдела культурно-просветительской деятельности этой же библиотеки. Добрый день, Розалия. Добрый день, Юлия. Очень рада вас видеть в нашей студии. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить в студию и задавать вопросы нашим гостям. Кому интересно, наш телефон в студии прежний 32006-632-1166. И также у нас работает WhatsApp номер, я напомню его цифры, плюс 7-411-232-0066. Итак, ну и первый вопрос, конечно же, да, почему такое разделение на ярмарки для профессионалов и общедоступные? Хочется отметить, что ярмарка у нас посвящается детской литературе и подростковой. То есть это, естественно, связано с годом детства в республике Саха-Якутия. И мы решили, что нужно сделать так, чтобы от ярмарки получили как можно больше разные люди. То есть дети у нас идут с родителями вместе на общедоступную программу, где будут представлены федеральные, региональные издательства, которые приедут продавать, продемонстрировать новинки книжные. Там же дети смогут поучаствовать в играх, мастер-классах. В общем, это будет такой праздник детства, праздник литературы, книги, после которого у нас дети, конечно, смогут вдохновиться, узнать много нового и интересного. И будет профессиональная программа, куда мы приглашаем библиотекарей, издателей и начинающих писателей, чтобы они смогли вместе, объединившись, обсудить вопросы, проблемы и будущее подростковой литературы. Актуальность темы, да? Да, это очень актуальная сейчас тема. И тема малообсуждаемая, очень много вопросов возникает именно по подростковой литературе, и мы вот хотим её обсудить. А кого вы будете приглашать? Вот кто докладчики? Докладчики — это у нас два приглашённых эксперта из Российской государственной библиотеки для молодёжи. Это вот самые топовые эксперты, которые знают, как работать с молодёжью, знают, какие сегодня актуальные вопросы, что сегодня в регионах. Прям обсуждается больше всего, какие авторы сегодня становятся лидерами, да? В каком жанре сегодня авторы пишут для детей, и насколько это интересно детям читать, то есть подросткам. Это у нас Евгений Харитонов и Елизавета Короткова, сотрудники РГБ. А также это молодой автор, пишущий на очень актуальную сегодня тему, то есть это этническое фэнтези. Это Марина Сычёва, она приезжает из Кемерово. Как интересно. Я вот говорила в начале, в конце этого месяца, а вот точные даты, это какие? Это 27-е, 28-е июня, это прям перед Исыхом, да, когда у нас как раз-таки все жители республики соберутся в столице нашей республики, будет очень много разных мероприятий. Культурная программа для детей и родителей как раз-таки будет проходить в самом сердце города Якутска, это на площади Оженикидзе, так что в течение двух дней, 27-го и 28-го, каждый желающий сможет посетить эти мероприятия. Замечательно, да. А вот почему ярмарка носит статус международный? Международный, потому что тема подростковой литературы и вообще как работать с подростками, да, ну подростки это кто это? Дети, которые начали искать себя в этом мире. Это дети, которые сегодня задают много вопросов, интересуются очень многим, да, и мы будем обсуждать эту тему в профессиональном сообществе вместе не только с библиотекарями из регионов нашей страны, но и с зарубежными библиотеками, и сейчас идёт активное обсуждение, кто с какими докладами будет выступать. А в будущее мы уверены, что эта ярмарка станет не последней, а только первой. Традиционной. Да, традиционной, да, и надеемся, что уже в следующий раз будут представлены издательства уже из других стран тоже. А вот вы говорите, докладчики, есть ещё эксперты, это одни и те же люди, или это всё-таки разное понятие? Это разное понятие. Эксперты — это вот как раз наши гости из Москвы, из Кемерово, это люди, так скажем, ну действительно имеющие экспертность, изучающие много лет данный вопрос, да, в том числе в данном случае это молодёжная литература. Есть докладчики, это люди, представляющие как раз вот эти три профессии — издатели, библиотекари и писатели, которые поделятся с нами опытом в одной узкой теме. Например, есть писатели, которые расскажут о грантах, которые поддерживают молодых писателей и помогают им развиваться, да? Ещё есть. Есть у нас представители, например, издательства «Аквилегия М», которые выступят с темой проблем подростков в прозе современных российских авторов, да? То есть, в частности, здесь будет обсуждаться проблема буллинга, как с ней справляться, как эту тему на страницах книг раскрывают, что с этим делать. Будут авторы, которые расскажут об этническом фэнтези тоже, что они написали, как эта литература помогает подросткам окунуться в свою культуру, познакомить. То есть, это продвижение краеведения, да? То есть, сохранение культуры, сохранение языка. Будут у нас также писатели из Якутии, которые пишут сказки в стиле Оленхо и тоже расскажут о том, как эти сказки помогают детям. Сегодня мы знаем, что стоит вопрос о сохранении якутского языка и как эти сказки помогают детям окунуться в культуру народа Саха, сохранять язык, потому что по этим сказкам ставятся потом театрализованные постановки, где дети играют, и будем говорить обо всём этом. Будет очень интересно, и мы сможем также обсудить на мастер-классах. У нас будут прямо мастерские для писателей, как, если у тебя есть идея, превратить это в книгу, как начать печататься в федеральных издательствах, таких как МИФ, например, да? Какие бывают конкурсы, гранты. Плюс ещё будут выступления мастер-класса о том, как вообще с подростками работать, как с ними найти общий язык, потому что бывает так, что сложно дойти даже тему, не говоря уже о формате, как общаться с подростками сегодня, будет ли интересно им то, что я подготовлю. То есть и психологи будут задействовать. Да, будет психолог, тоже приглашённый эксперт у нас, Алена Шкулеп, и она тоже расскажет о том, как взаимодействовать, как вообще работать. И на этой профессиональной площадке у нас встретятся как раз все, кто связан с книгой. Это вот писатели, издательство и библиотекари. Ну здорово. Я думаю, что ценную информацию получат все те, кто придут на вашу ярмарку. Расскажите, она платная, бесплатная? Бесплатная. А кто может принять участие и как попасть? Если это профессиональная программа, то нужно пройти регистрацию на сайте книжной ярмарки. Можно позвонить в смарт-библиотеку, спросить более подробную информацию. Нужно зарегистрироваться, принять участие могут, как мы уже сказали, библиотекари, издательство, писатели. Также могут быть представители книжных магазинов, филологи. Всем, кому интересно работать с книгами. Возможно, это будут люди, которые только хотят начать писать. Молодые авторы, молодежь, которая хочет писать. Вот они тоже могут подойти. Всем, кому интересна литература, могут подойти в профессиональную программу. А открытая программа, она... Она доступна всем. 27-28 июня на площади Арджиникидзе с 11 до 7. Мы будем очень рады всех видеть. Ну, это вот открытая, общедоступная, куда могут ребятишки с родителями прийти. А вот встречи для библиотекарей, писателей и прочего, где они будут проходить? Это всё будет в здании смарт-библиотеки Ларионова, 12А. В течение двух дней мы будем в одном здании. Вот мне интересно было, вот вы говорили, вы про писателя фэнтези, этническая фэнтези, вот девушка из Кемерово. А о чём она пишет и интересно ли это ребятам? Ага, вот как раз мы принесли книгу, называется «Солнце в селках». Автор Марина Сычёва ещё раз, да? Юля, пожалуйста, расскажи подробнее. Очень интересная книга. И интересно, мы вообще, когда узнали про неё, сразу же её приобрели, потому что... Самое главное, ещё не сказали. Да. Написана на материале якутского фольклора. Написала писательница из Кемерово, которая никогда не была в Якутии. Вот она в первый раз приедет в Якутию 27-го числа. Как она ссылалась? На что она ссылалась? Она полностью сама изучала материал, интернет, открытые источники. Очень погрузилась в тему, очень бережно отнеслась к якутской мифологии, к якутским названиям. Всё очень правильно, очень хорошо расписано. И действие происходит в Улусе, не сказано, каком. Рассказывается про двух подростков, которые становятся шаманами. Ух ты! Да. И что с ними происходит, какие метаморфозы, вот этот вот этап взросления, принятие себя. Ну, вот эти вот вечные вопросы, которыми каждый подросток задаётся, и они как раз облекаются в форму вот этого этнического фэнтези, это очень интересно. И подростки, молодёжь, ну, вот это вот до 35 лет, да, Янка Далт, литература, она прямо очень сейчас популярная, очень много отзывов различных, да, мы можем прочитать в интернете. Книга просто замечательная, им очень нравится. Отлично, вам она понравилась? Да, понравилась. Было вообще очень необычно читать такой сакральной теме, как шаманизм, да, в стиле фэнтези, ещё в жанре фэнтези. И для подростков. Да, и для подростков. И мне, например, как человеку, о чьей культуре было написано, было очень приятно, что автор прямо очень сильно погрузилась в культуру, и, как Юля сказала, бережно так отнеслась ко всему. Очень много знакомых якутских слов там есть в вставке, да. И мы потом ещё слушали подкасты автора о том, как она всё это изучала. С удивлением узнали о том, что у неё не было консультанта по якутской культуре. То есть это всё было из открытых источников, книги, видео где-то в Ютубе там и так далее. Очень много про охотников, про то, как у нас в республике относятся к духам, да. Про Баяна и очень много всего. То есть это всё, что мы с детства знаем, и это в таком необычном жанре. Это прямо очень так приятно. А это первая книга? Да, первая книга. А вот вы, наверное, с ней общались, когда приглашали её на ярмарку. Вот спросили, наверное, почему выбор такой? Почему якутская мифология? Почему этническая фэнтези про Якутию? Она сама из Сибири, то есть у нас достаточно похожая природа, похожий климат. И у них есть свои там родности на самом-то деле. Почему не те, а мы? Ну, она говорила, что она искала, смотрела, и вот её привлёк. У неё есть... Это её первый роман, но до этого у неё ещё есть небольшие рассказы. Там тоже есть... Про хамус. Про хамус, да, там... То есть вот человека просто тянет к этой культуре, да, к якутской. Заинтересовалась очень сильно, потому что культура богатая, интересная. И вот родился такой красивый роман. Нет, вообще никаких связей. Вы узнавали. Мы спрашивали. Потому что действительно очень странно и интересно, да, что человек, никогда не бывавший в Якутии, пишет очень так вот глубоко, да, интересно и захватывающе именно про якутский фольклор. Интересно, вот как она среагировала, когда вот вы ей позвонили и пригласили вот на эту ярмарку? Как она среагировала? Она была очень удивлена, приятно удивлена. Да, и мы вначале записали ещё подкаст. Мы с коллегами втроём прочитали книгу и решили записать такой отзыв в стиле подкаста. И она его тоже послушала. И, ну, отзыв был такой, что ей было приятно именно от якутян узнать, что думает о работе, насколько всё было корректно, насколько всё понравилось. А сколько лет, если может задать такой вопрос автор Марине? Ну, она тоже относится к категории молодёжи, да, то есть молодая женщина. Наша ровесница, получается. Наша ровесница, да, чуть-чуть за 30. И писала она книгу, насколько я помню, ну, больше трёх лет, по-моему, уже, да? Да. Замечательно. А вот интересно, вот ребята сами берут вот эту книжку, наши ребята? Эта книга, мы её по предзаказу узнали совершенно случайно и заказали, и в наших библиотеках она в скором времени появится. Мы собираемся закупить её, чтобы наши читатели смогли. А на данный момент она доступна на электронных площадках. И давайте вернёмся к ярмарке непосредственно, да? На какое количество посетителей вы рассчитываете? Ну, мы так думаем, что культурную программу посетят около 10 тысяч за два дня, потому что будет очень много разных активностей, конкурсов, мастер-классов, встреч с писателями, с читателями. И поэтому думаем, что это событие станет такой прямо большим праздником знаний, книги, литературы и привлечёт большое количество людей и горожан. Вы сказали 10 тысяч, да? Можно таким образом сказать, что у нас, в принципе, население – это читающие, да? Вы согласны с этим? Конечно, мы ведь были литературным флагманом, самым читающим регионом. И я думаю, что, посетив ярмарку, мы подтвердим ещё раз этот статус, что Якутия – это читающий регион. А если вот не говорить о книгах для детей и подростков, какую литературу больше всего предпочитают ваши читатели? Наши читатели, к нам приходят разные люди разных возрастов, разных интересов, потому что у нас большая публичная библиотека. Ну и ЦБС – это 18 библиотек плюс 3 пункта обслуживания, такие маленькие пункты. Они в разных частях города находятся. И у каждой своя аудитория. Ну вообще, если хочется отметить, что больше всего читают нас Виталия Егорова. Это топ-автор уже второй год. Вот в прошлом году это был топ-автор. В этом году он всё ещё находится в топе. То есть это самый популярный автор всех библиотек нашего города. А о чём пишет, извините, о чём пишет Виталий Егоров? Это наш якутский писатель, который пишет детективы на основе тех событий, которые происходили вот в 90-е, 80-е годы. Он раньше работал, по-моему, в системе МВД. Я слышала о нём. Он сам это всё проходил, и теперь пишет об этом детективы, которые пользуются просто невероятной популярностью. Его читают и студенты, и пожилые люди, и взрослые. То есть все абсолютно читают Виталия Егорова. Он ещё на двух языках пишет. И на русском, и на якутском. Вы так заинтересовали. Обязательно. В электронном варианте есть его книги? Да, тоже в Литрес берут книги. В Литрес можно будет увидеть. А если вот не наши, зарубежные или российские авторы, там какая литература, какой стиль, жанр? Второй топ — это комиксы. Это комиксы, их тоже читают не только дети, хочется отметить. Это рисованные истории, ну, они же серьёзные. Графические романы. Да, графические романы. Есть комиксы Gravity Falls. У нас вот в этом году в топе комиксов Gravity Falls. Это, видимо, новинки какие-то пришли, и прямо их дети со страшной силой читают. Да, ну, дети, подростки очень любят, очень читают. Ну, и книги по психологии. Очень популярные книги. Психология, как помочь себе, как понять себя, принять, какие-то вопросы проработать. Это тоже всегда в топе. А каков возраст и пол вашего читателя? Вот вы сказали, что разных возрастов, да? А всё-таки читающие люди — это больше женщины или мужчины? Ну, я так думаю, что мы особо не можем разделить, потому что, к примеру, если в библиотеку кто-то не ходит, да, то он, например, предпочитает аудиоформат книг, либо электронный формат, да. И мы тут будем говорить о читателе, которые разные форматы, но все они читают. Мы не делим. Ну, и у нас не стоит вопрос, какая книга лучше, электронная или бумажная. Тут уже как бы три варианта, и тут читают практически все. Ну, то есть нет такого, что молодёжь сегодня не читает, дети сегодня в мультиках, да. Есть дети, которые читают, есть молодёжка, которая читает, работающие женщины, мужчины, бабушки, дедушки. Всё зависит от формата. Но всё-таки мне кажется, что молодёжь не читает. Я с вами не знаю. Ой, очень читают. Да? Да. Очень много сейчас выпускается книг для молодёжи. Вот как раз «Этнофэнтези» сейчас просто безумно популярная. Про разные пишут, про разные народы. Так что вот эта книжка тоже будет в «Топе» наверняка. Она сегодня уже в «Топах» есть, да. И много сейчас ещё российских издательств обращают внимание именно на этот жанр «Этнофэнтези», да. Выдают и конкурсы, объявляют точнее конкурсы. И думаем, что в скором времени, мы надеемся, что ещё и якутские авторы начнут писать на эту тему, и мы увидим, возможно, чью-то книгу, которую издали именно в федеральных издательствах. Да, было бы здорово. Но я хочу вернуться к теме нечитающей молодёжи. Я почему об этом говорю? Потому что сужу по своему сыну, по его друзьям. Они не читают. Школьную литературу прочитали, потому что надо было. Им проще послушать, чем прочитать глазами. Вот есть такая вот тенденция, что детям как-то лень читать, перелистывать книжные страницы, чем послушать. Как раз-таки Российская государственная библиотека для молодёжи проводила такое... Ну, было такое наблюдение, что у молодёжи появился термин. Я прочитал там что-то. А это такая объёмная книга, объёмный какой-то труд, возможно, философский. И преподаватель, кажется, удивился. Так это же огромное. Ты когда успел? Ну, я аудиоверсию. Да, то есть мы много же говорим о том, что сегодня время ускоряется. И да, действительно, молодёжь не хочет тратить время на что-то. И ему легче послушать. И, возможно, мы говорим о том, что формат восприятия информации, возможно, меняется. Либо становится аудиалов больше у нынешнего поколения. Вот, я тоже с этим соглашусь. Но, мне кажется, ещё восприятие же другое, чем ты видишь текст, либо слышишь. Но нужно же развивать и свою память, и зрительную, и аудио память. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам в студию и задавать вопросы. Я напомню, что сегодня мы говорим о книжной ярмарке. Книжный ветер, он пройдёт в конце этого месяца. Ярмарка носит международный статус. Будут интересные встречи, мастер-классы и так далее. Звоните, задавайте вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу. И мы продолжаем говорить о международной ярмарке «Книжный ветер». Со мной в студии библиотекари городской центральной библиотеки «Смарт-библиотека» имени Неустроева, Розалия Ксенофонтова и Юлия Смольникова. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам в студию и задавать свои вопросы. Телефон студии у нас прежний, 320066 и 32166. И также у нас, конечно же, работает WhatsApp номер. Его номер плюс 7, 411-232-0066. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Мы говорим о книжной ярмарке «Книжный ветер». Девушки, скажите, пожалуйста, а почему вы выбрали формат книжной ярмарки, а не формат фестиваля? Ну, в первую очередь мы, как библиотеки, конечно же, нацелены на то, чтобы передавать знания, передавать, научить человека выбирать качественную литературу. И когда мы говорим о воспитании подрастающего поколения, то в первую очередь мы должны передавать знания ребёнку, начиная с малого возраста, и вот так вот учить и родителей, и детишек, выбирать качественные источники информации и знания. И, конечно же, тут в первую очередь мы думаем о книгах. И, как нам кажется, через именно книги мы можем способствовать воспитанию детей, которые будут любить свою родину, любить свой дом, свою Якутию, свою культуру, способствовать сохранению языка. И, конечно, не стоя в вопросе именно, фестиваль это будет или что-то, мы сразу подумали про книжную именно ярмарку. Ну и плюс ещё, эта ярмарка поможет расширить именно в сфере продажи, предположим. Есть много издательств, которые не представлены у нас в наших книжных магазинах, не представлены у нас на наших книжных полках. И это мероприятие будет способствовать налаживанию деловых отношений между и библиотеками, и книжными магазинами. И надеемся, что таким образом, возможно, появится новый книжный магазин, либо пополнятся полки книжных магазинов новыми издательствами, ну и, соответственно, конечно же, библиотек. Ну, я думаю, что это и можно обозначить как основной целью, основной задачей, да, ярмарки. Вот то, что сейчас вы озвучили. А кто организаторы ярмарки? Наша централизованная библиотечная система города Якутска и Российская государственная библиотека для молодёжи. А итоги какие вы ожидаете от ярмарки, от этого проекта? Мы надеемся, мы надеемся очень сильно, да, что, во-первых, дети узнают, насколько большой широкий мир литературы представлен, потому что не всегда люди берут детей, когда, например, идут в книжные магазины. Мама сама пошла, выбрала, купила, ребёнку принесла. И также то же самое в библиотеке. А тут ребёнок сам увидит яркие, красивые, новые книги, которые можно купить, можно читать. Здесь же рядом будет интересно какие-то мероприятия проходить. То есть это останется у ребёнка как долгая память о чём-то интересном, ярком, красивом, что было связано с книгами. То есть это хорошее воспоминание из детства, которое приведёт к тому, что ребёнок будет больше интересоваться литературой, будет проситься в книжный магазин, будет хотеть сходить в библиотеку. И в дальнейшем мы таким образом воспитываем читателя. Ну и как вот Розалия уже отметила, мы очень хотим, чтобы и полки библиотек, и полки книжных магазинов пополнялись новыми разными издательствами. И для этого нам нужно как раз привезти эти издательства к нам в город. А какой совет вы можете дать родителям? Во сколько лет нужно приводить ребёнка в библиотеку? В нашу, например, смарт-библиотеку приводят даже от нуля плюс. Да, в колясках. В колясочках, да. И, конечно, нам очень приятно, что вот с такого раннего возраста ребёнок напитывается вот этой вот атмосферой библиотек, где кладезь знаний, да, и зарегистрировать можно с трёх лет ребёночка, да. И, конечно же, в принципе, с нуля и начинается воспитание вкусовых предпочтений, можно сказать, ребёнка, да, когда читают книги, которые помогают ребёнку чувствовать свои эмоции, да. Это самые первые, по сути, книжки, когда ты ребёнку помогаешь понимать себя, что ты чувствуешь. И потом это более уже сложная литература, и ребёнок, который будет в самом маленьком возрасте, даже, возможно, не интересуясь сначала книжками, а просто приходить в красивое место, где какое-то интересное мероприятие проходит, да, и вот потом он прокладывает себе тропиночку и начинает врастать в такого прям читателя качественной литературы. Вы говорите часто «качественная литература». Что это такое? Ну, это, во-первых, умение, это, как сказать, литература, которая... Прошла редактуру, прошла. Да, прошла редактуру. То есть это не сам издат. Ну, сам издат бывает разный, да, мы все это знаем, и его в интернете очень много, и подростки грешат тем, что читают разную литературу, которая содержит... Нецензурную лексику, да? Нецензурную лексику. У странные, очень странные сюжеты, да, которые, казалось бы, не стоит и читать, и тратить на них время. А качественная литература отличается тем, что она содержит богатый язык, да, на котором ребёнок читает, обогащает свой словарный запас, умеет правильно выражать свои мысли после прочтения этих книг. Там есть сюжеты, которые помогают справиться с какими-то своими жизненными сложностями. И малыш, да, который, например, начинает читать книгу и чему-то учится из неё. Там есть герои, которые его учат, которые его могут поправить. Развивай по-прежнему. И ребёнок учится ещё и обращаться с информацией, которая находится в интернете. То есть не по первому клику, не по первым ссылкам, которые по запросу выходят, а искать, да. То есть он учится отсеивать то, что действительно... Нужно, не нужно. Нужно, да, какую-то проверенную информацию от непроверенной информации. Всё это вот качественная информация. А вот эти вот любовные романы, которые... Книжки-однодневки — это качество, литература или... Ну, она тоже свои потребности закрывает. Там тоже есть сюжет. Там есть сюжет. И богатый слабородный. И своя целая аудитория. То есть это книги, которые, да, тоже берут, тоже читают. И как бы... Если человек читает, например, те же любовные романы или детективы, да, которые вот тоже прочитал, положил и забыл, да, это не значит, что он не читает другую литературу. Это тоже нужно понимать. Потому что человеку нужно разгружаться. Как вот мы смотрим какие-то фильмы, да, которые такие просто шум, да, просто шум, так, для фона. То же самое с книгой, да. То есть человеку нужно разгрузиться. Он взял какую-то лёгкую книжку, прочитал, посмеялся, повеселился. Хороший конец, всё забыли. А в будни и селитерапия какая-то. А в будние дни, возможно, он там научной деятельностью серьёзно занимается. Да, кстати, вы правы. А я хочу вернуться вот к детскому возрасту. Вы сказали, что вы записываете малышей с трёх лет. А как ему помочь выбрать нужную, да, литературу, качественную, о которой вы говорите, вот, родителям, допустим, как это сделать? На что следует обратить внимание? Ну, конечно, он будет смотреть, наверное, на яркие обложки. Да, действительно, первые книги ребёнка, они должны быть, во-первых, из насостойкие, да, чтобы выдержать вот этот вот напор ребёнка, чтобы он мог её как-то вот так вот таскать, играться с ней. Это должен быть интерес, да, во-первых. И ярко должно быть. Шрифты должны быть побольше, да. И, конечно же, библиотекари будут консультировать родителя, какой возраст у ребёнка, что хочет, возможно, родитель передать, что хочет прочитать, да, какой сюжет. И, например, тот же «Маленький принц», он, к примеру, ну, для детей от 6-7 лет, предположим, колобок, он вот меньший возраст, да, и будет библиотекарь в этом плане, будет как проводник в мир литературы для родителя, и как раз-таки вместе, ну, молодой родитель особенно, да, не знает, предположим, первый ребёнок. И вот библиотекарь будет проводником, он будет ему помогать, формировать вот этот вот, возможно, книжный фонд уже домашний, что и пойти, и купить, либо там что одолжить и почитать. Ну, и нужно обращать внимание на интересы ребёнка. Если ребёнок интересуется машинками, например, есть замечательные книги про машинки, да. Если он больше животных любит, то про животных. То есть это тоже нужно всегда учитывать, когда выбираем ребёнку первые книги, чтобы его заинтересовать, нужно исходить из его интересов тоже. А часто ли так бывает, что родители – это всегда пример? То есть если родители читают, значит, ребёнок тоже будет читать. А если не читают, то не ждите чуда. То нужен какой-то другой взрослый, который пример. Да, всё равно дети повторяют за взрослыми, за теми, кого считают авторитетом своим, да, можно сказать. И да, действительно, пример нужен. Просто так, возможно, будет исключение какое-то, когда вот ребёнка будет прям… Постарше. Да, прям будет интерес, да. Но в большинстве своём, конечно, нужен… Если в доме нет книг, как он будет читать, например. И что он будет читать, да? Так, и вернёмся, опять же, мы заболтались с вами, вернёмся к ярмарке. Проводили ли вы раньше подобные мероприятия или это дебют? Именно организация книжной ярмарки – это будет дебют нашей централизованной библиотечной системы. Но мы проводили всероссийского уровня именно профессиональные мероприятия. Да, библиониформат, например, уже третий год в этом году будет проходить. Ну и мы, библиотекари города Якутска, проводим очень много разных мероприятий, посвящённых и развитию чтения, привлечения внимания к чтению. Да, это и фестивального характера мероприятия, это узконаправленные какие-то, например, библиотечные уроки, встречи, клубы по интересам, мастерские какие-то. То есть много наработок было, и можно сказать, что вот продукт, который вышел в этом году, это большая книжная ярмарка. А какие ваши прогнозы? Будет ли ярмарка разовая или, может быть, у неё будет продолжение? Ну мы настроены на то, что будет продолжение, что это будет не единственная такая ярмарка, что она будет расширяться, что это будет в этом году, возможно, она будет такой в новинку для наших жителей. А в следующие разы это будет уже такое долгожданное событие, которое будут ждать, потому что мы хотим уже в следующем году, ой, не в следующем году, а в следующий раз, да, уже проводить, где проводить, как проводить, кто должен выступать, какая должна быть культурная программа. То есть нужно провести анализ, и пока вы не загадываете, на следующий ли год это будет, может быть, через два или три года. Да, да, да. А как попасть на профессиональную программу ярмарки, кто может участвовать, и что он от этого получит? Ну, попасть можно, зарегистрировавшись на сайте. На самом деле, если загуглить «Книжный ветер Якутск», первая ссылка — это как раз сайт. То есть несложно найти. Это могут быть издатели, это могут быть библиотекари, писатели начинающие, особенно мы очень их ждём. Филологи, те, кто интересуется литературой, собирается начать писать, либо просто хочет понять, что сегодня актуально, что сегодня модно, и просто интересуется книгой, книгоиздательским делом. Так, к нашей беседе присоединяются телезрители и радиослушатели, спрашивают, расскажите подробнее о конкурсе, про который вы только что говорили. Ага. Конкурсы у нас будут как раз-таки про книгу «Солнце в силках», например, да, это будут конкурсы иллюстрации, в скором времени этот конкурс запустится. Также конкурс один у нас уже запустился, это «Книга в объективе», это фото-конкурс. То есть получается до проекта уже запускаете конкурс, да? Да, как раз итоги мы будем подводить как раз на ярмарке. Вот, и уже запущен конкурс «Книга в объективе», это фото-конкурс о том, как вместе с семьёй вы читаете литературу о вашей, возможно, домашней библиотеке, о том, какая книга вашей семье самая любимая, да, это нужно вот снять и отправить нам на электронную почту. Также на сайте всё это есть положение, можно посмотреть, и принять участие могут все желающие. И тоже электронно, да, это всё? Да, электронно отправить фотографию. Также будет у нас очень интересный конкурс «Поймай свой книжный ветер». На днях мы запустим этот конкурс уже. Это конкурс воздушных змей. Ух ты! Да, и можно будет в форме какого-то литературного героя подготовить этого змея. Да, и будет запуск, да, и как раз он называется «Поймай свой книжный ветер». Как здорово! Вы прям придумщики замечательные. Ещё у нас вопрос от WhatsApp-вопроса радиослушателя. Расскажите про авторов якутских, кто они? В течение двух дней у нас будут также встречи с авторами. Некоторые это будут презентации книг, а некоторые это книги уже вышедшие, но мы сделаем опять-таки встречу с читателями. Первая это будет как раз наш гость Марина Сычёва. Следующая хотелось бы рассказать о сказке «Народной Тау-тау». Это семья Татариновых выпустила эту книжку, эту сказку на русском и на якутском языке. И было очень интересно с ними работать в плане презентации сказки. Она вот для малышей. И Дария с супругом, получается, когда готовили эту книгу, они, оказывается, я вот не знала, для меня это было открытием, оказывается, интерпретации этой сказки очень много. Разные концовки, больше десяти вариаций этой сказки, оказывается, есть народной. И вот они её адаптировали под современный формат. Дария сама рисовала иллюстрации, и вышла такая светлая, такая хорошая современная сказка для детей. На якутском языке. На якутском, на русском, да. Сейчас они готовят ещё раскраски для малышей, и как раз тоже в рамках нашей ярмарки будет встреча. Как здорово! Ещё расскажите, я знаю, что на встречах будет Анастасия Дарбасова со своим проектом «Приключения розовой чайки». Вот об этом можно? Да. Анастасия Дарбасова пишет экологические сказки для детей. Она их пишет уже несколько лет. В Якутске её детишки знают, в детских садах ставятся спектакли по этим сказкам. То есть дети очень вовлечены и в сказку, и в тему экологии в целом, потому что, читая эти книги, ребёнок учится беречь свою природу, свой край, вплоть до того, что не мусорить, оберегать воду, лес, как это всё делать. И как раз вот этому учат экологические сказки. Дети знают, дети ждут. У нас даже за пределами России знают уже эту сказку и тоже ставят спектакли в детских садиках. То есть прямо очень популярный автор для детей. И вот она тоже придёт, тоже расскажет ещё раз о своём проекте. Скоро будет переиздание этих сказок с новыми иллюстрациями, очень красивыми. Поэтому тоже её очень ждём. Здорово. Ещё у нас есть, наверное, последний вопрос от наших слушателей. Много ли в Якутии начинающих писателей, о чём они пишут? У нас есть целый союз молодых писателей, да, и они у нас активно работают. И вот Юля подробнее расскажет. Писатели молодые, ну это так же, как и молодёжь до 35 лет, пишут они о разном. Много поэтов в этом союзе, то есть поэты есть, всегда есть, всегда люди с помощью стихотворения рассказывают о своём опыте, о своей жизни. Есть писатели, которые пишут прозу, чаще всего публикуются на электронных ресурсах. Мы знаем, что сейчас век интернета намного проще, быстрее опубликовать свои книги в электронном формате. Их уже будет знать тоже вся Россия, да, будет читать их. И как раз вот этим они очень хорошо пользуются. Пишут рассказы, пишут романы. Очень популярен жанр хоррор. Пишут фэнтези. В основном это книги 18 и 16+. То есть это не для детей, да, подростков. Именно молодые писатели у нас нацелены на аудиторию своего возраста, так скажем. А Максим Маверстов пишет? А Максим Маверстов пишет фэнтези. И тоже для взрослой аудитории, да? Ну, 16+, книги у него. Ага. Что ж, девушки, огромное спасибо вам за интересный разговор. Я думаю, что многие наши телезрители и радиослушатели заинтересовались книжной ярмаркой. Давайте напомним, когда она пройдет 27 и 28 июня на площади Аджиникидзе. Все желающие могут подойти и провести очень полезное свое время. Купить и книги, встретиться с авторами, принять участие во многих конкурсах и мастер-классах. Спасибо вам еще раз, дорогие друзья. На этом я с вами прощаюсь. С вами в студии была Ларина Сукуева. Всего вам доброго. До свидания.